Здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала, с вами Альберт. Ну такие новости на 27 ноября 2022 года. Сегодня новость связана с кубанским городом-курортом Геленджиком. Сегодня владелицы квартир 14-этажного дома в Геленджике, расположенного по улице Красногвардейской 79, который был полностью демонтирован в октябре этого года, объявили о коллективной голодовке, которая начнется 30 ноября. Об этом сообщила руководитель инициативной группы и владельцев квартир Татьяна Иванова. О решении объявить коллективную голодовку инициативная группа уже уведомила администрацию Краснодарского края. Пайщики также направили жалобу Путину, в которой сообщили о намерении объявить голодовку. Вообще похуй е! Причиной, послужившей данному решению, стало то, что их группу не приняли в администрации Краснодарского края. Власти заявили людям, что им нечего им предложить. В настоящий момент индивидуальная голодовка, которую ведет с 24 ноября, 63-летняя Людмила Гуслякова пока ни к чему не привела. Это прокомментировала Татьяна Иванова. Известно, что Людмила приобрела квартиру в данном доме в 2011 году, продав единственное жилье в Улана-Удэ. Женщина вложила все средства в новое жилье. Печальная история дома началась еще в 2011 году, с момента начала его строительства. Квартиру в нем успели приобрести 342 семьи. 15 ноября 2012 года Геленджикский городской суд признал объект самостроем по иску территориального управления Росимущества. Многие пайщики зарегистрировали в Росреесте право собственности на жилье, а некоторые успели пожить в новых квартирах. Во время судебных заседаний выяснилось, что бывший глава Геленджика Виктор Хрестин перевел земельный участок под объект с категории научно-исследовательская деятельность в многоэтажную жилую застройку. Он вполне умен. Он полон говна. Результатом данной авантюры стало уголовное дело, возбужденное по части 4 ст. 159 УК РФ. Это мошенничество, совершенное организованной группой. Дело возбуждено в отношении застройщиков жилого дома. Андрея Тимьянцева, Павла Лонгенова, Екатерина Невраева и Сергея Прим. И рассматривается в Геленджикском суде с февраля 2021 года. Следующее заседание назначено на 8 декабря этого года. Ранее в департаменте по надзору в строительной сфере края сообщили, что у властей нет правовых механизмов по защите пострадавших от таких мошеннических действий. Руководитель департамента по надзору в строительной сфере края Максим Карпенко рассказал, что встреча губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с пайщиками этого дома намечена на январь 2023 года. Будем следить, чем закончится эта история. На этом все. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол, чтобы не пропустить свежие новости. До завтра.